здравствуйте друзья вот можно сказать и лето уже пришло там где ловлю на моих прудах открылся такой массовый водный моцион стали на прокат раздавать лодки что бывает собственно говоря каждый год я надеялся все таки один пруд так называемый щучий остается без лодок но там я ловить не очень-то хочу по той причине что там большинство местных рыболов экспертов когда встречаются начинают точить лясы больше чем рыбу ловить и что и приходится и мне тоже делать поэтому я стараюсь игнорировать теперь этот пруд хотя он удобен для облова можно сказать но мне он не очень интересен а верхний пруд который был в этом году я обратил внимание что пристани разбирают думал может быть аннулирует ее совсем как сегодня оказалось нет там лодки плавают выхожу на рыбалку сейчас днем на полтора часа то есть сами понимаете за такое время что-то пытаться где-то что-то долбануть поймать обловить какой-то участок очень сложно не знаю получится ли вы выбраться с утра так чтобы побольше потусоваться сейчас уже так что не в защите на отсутствие рыбы и ты без того сложных без того сложном месте где ловлю еще и на меня такая нагрузка сейчас без рыбная ложится но кое-какую информация я вам все-таки буду укладывать я надеюсь сегодня я поясню потому что я так понял что не все понимают какие есть особенности твичинга настолько популярного у нас вида ловли по хищной рыбе непосредственно по щуку по щуке и по окуню уточню некоторые моменты вы можете сказать да какая разница как хочет тот так и рыбачит ну тогда давайте в одну в один тазик смешаем все первое второе третье не будем разделять блюда какие скажем просто что это у нас такое свиное корыто может так не поступаем и везде все разделяем и везде все называем также здесь у кошечка пришла я там у меня рыбы нету так что ты давай сама лови литый кот ладно не отвлекай меня вот может быть были вопросы недоумения некоторые от некоторых последних видео про твичинг когда я говорил о чем продергивать что в этом духе и говорил об аспектах нашего твичинга конечно воблер действительно делится на твичевые и джерковые скажем твич бейты и джерк бейты и как собственно они бывают универсальные они могут отвечать и продергиваться твичинг это более слабый удар джерк джеркинг это более сильный удар то это не моя придумка это так оно и есть и действительно воблер разделяется например в антенна от мегабаса он называется джерк бейт то есть подразумевается агрессивный удар при анимации если вы обратите внимание да и сами вы большинстве случаев у нас рыболовы делают я уже и показывал вот такое движение то есть грубо говоря видите на на кончик обратить не такой двойной ударчик и с подмоткой то что происходит в этот момент фактически воблер не дает свобода в передвижении в манипуляции в сторону вниз какое-то его агрессивное направление что бывает при твичинге и джеркинге соответственно но если щука берет при такой манипуляции пожалуйста но это не твичинг это называется как угодно это называется равномерный стоп энд гоу потому что воблер приблизительно и делает это сам двойной микроударчик и это получается фактически если вы сами обратите на это то вы делаете просто потяжку двойную такую потяжку с небольшим расслаблением это не твичинг хоть вверх хоть вниз хоть вбок твичинг это и мы когда даем некоторые провис лески и даже делая сейчас я заброшу даже делает тройной удар раз два три убираемся вину раз два три убираем слабину раз два три также можно делать один удар также можно делать два удара то есть удар возвращение и с продолжением удар то есть воблер как и говорил чтобы дать ему полную свободу действие после удара надо удилищик немножечко возвращать назад если вы делаете вот это вот так он называется твичинг это двойной это не отвечает ещё раз но говорю эта протяжка эта протяжка воблера грубо говоря это равномерное, это ближе к равномерной проводке, что, собственно, говорит в пользу вообще равномерного движения любого воблера, в том числе и воблеры в мину. Некоторые рыбаки это уже вкурили и начинают уже равномерно вести иногда воблеры в мину, и у них это получается, поэтому понятно, да? Вот это не твичинг. Вот это микропротяжки, это микропротяжки воблера. Пускай он там делает что угодно, но, если вы обратите внимание на твичинг, что воблер будет делать, вы посмотрите в прозрачной воде или ближе к вам, когда воблер пойдет, особенно плавающий, посмотрите на разницу. Дело в том, что агрессивный, более агрессивная проводка, как твичинг или тем более джеркинг с провисанием шнура и ударом по нему имеет место свое тоже возбуждать рыбу непосредственно щуку к атаке и также окуня. Поэтому используйте этот способ. Иногда можно начинать с него рыбалку, если рыба активна, можно начинать с этого, с этой проводки, а потом заканчивать какую угодно. Но, тем не менее, если мы хотим назвать твичинг-твичингом, то это именно будет тот удар, когда шнур провис, с провисанием вы делаете хлестки. Иногда шнур даже шлепает по воде, не нужно этого бояться. как практика показывает, рыба этого не пугается. Поэтому и разница в проводке, конечно, ощущается. Поэтому, собственно, говоря, вот такие вот вроде может показаться кому-то незначительные, но на самом деле очень значительное отличие. и именно это, хотя бы для тех, кто еще не знает, именно это называется твичинг-джеркинг. Это, грубо говоря, еще мощнее удар то же самое, что и твичевый. Что делся ногт? Вот. Поэтому используйте твичинг и джеркинг для воблеров, которые соответствуют этому направлению, а также наши вот эти вот микро-протяжки, которые твичингом не называются. Собственно говоря, добавить, наверное, нечего. Тут уже больше. Вот. Вот так вот. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.